Всем привет! Сегодня мой последний день в Турции. Решил на эту тему записать видео, поделиться своими мыслями обо всем. В Турции я прожил почти два года. Эти два года были интересными, необычными и действительно помогли свинуть на мир по-новому. Я всю жизнь жил в Москве и не представлял, что буду жить где-то за пределами Москвы в течение долгого времени. Но это случилось и я доволен, что решился уехать и пожил в Турции. В Турции классно на самом деле. И есть люди, с кем можно дружить, есть люди, с кем можно общаться. Есть много русских людей, с кем можно говорить на русском языке и тоже проводить приятное время. Климат теплый мне понравился. Жить в такой жаре для меня ок, даже прикольно. То есть теплый жаркий климат, когда летом плюс 40, зимой плюс 25. Мне подходит в принципе и легко я к нему адаптировался после Москвы, где зимой бывало и минус 25. То есть даже, по-моему, было и минус 30 какой-то год в Москве или зимой. То есть после этого мне было все равно легко в Турции адаптироваться. Поэтому жаркий климат людям, на моем примере из России, тоже может вполне себе подходить. Турецкий язык я тоже подучил. Смогу теперь общаться на турецком языке на какие-то простые бытовые темы. Могу даже на свиданиях общаться на турецком языке. То есть хватает вот для таких бытовых моментов спокойно уже турецкого языка. Понятно, работать на турецком или вести какой-либо бизнес в турецком я бы еще не смог. Но общаться на обычные темы или о каких-то хобби, увлечениях, простых вещах я уже могу. Что довольно круто. Поэтому жить два года в среде и учить язык очень эффективно. Думаю, в принципе, наверное, любой язык можно за два года, живя в этой стране, подучить до уровня такого бытового разговорного. Ну, если есть желание. То есть я ходил на курс, я все-таки сам старался. То есть если есть даже вот такое желание, пускай не самое большое, такое среднее желание выучить язык, его можно выучить до бытового разговорного уровня, которого хватит для самых таких базовых коммуникаций. По поводу еды, в Турции еда, да, более ограничена, чем в России, меньше выбора, но достаточно вкусная. И, в принципе, можно всегда что-то придумать, приготовить или в кафе сходить, поесть что-то разное, не проблема. По поводу цен, к сожалению, цены выросли очень сильно. Когда я приезжал, я говорил, как же все дешево, как вообще тут все реально можно купить за две копейки. Как дешево стоят аренды, как дешево стоит еда, как дешево вообще все там в три раза дешевле, чем в Москве. Инфляция случилась, и сейчас тут уже все на уровне Москвы и даже где-то дороже. Поэтому, ну что тут можно сказать? Турецкая экономика в большом глубоком кризисе все-таки как-то допустили много ошибок люди, которые этим занимаются, и довели экономику до такой вот критической точки. Поэтому жить тут даже стало тяжело с точки зрения финансов. Людям даже вот из Москвы уже некоторым это становится дороговато. Например, мне. По поводу законов. Законы тоже касательно иностранцев ужесточаются. Как сказать, гайки закручиваются. Теперь уже так просто не получить ванжа, как это было раньше. И понятно, что цены на аренду, цены на всякие... В общем, такие моменты, связанные с проживанием, очень сильно выросли. Поэтому отток людей из России, из Турции колоссальный. Очень много людей уехало. Это видно и на улицах, и в кафе, и в каворкинг, куда я хожу. То есть, если раньше там проходили квизы, в которых могло участвовать, не знаю, 10 команд по 6 человек, то есть, или даже 15 команд по 6 человек, могло приходить за раз 90 человек в одно место, там, в пятницу, например, или в субботу. Но сейчас больше, так скажем, наверное, 25 человек не приходят на такие встречи. То есть, в 3 раза, можно сказать, количество русских снизилось и продолжает снижаться. Я тоже уезжаю завтра, но я уезжаю в Грузию. То есть, я не возвращаюсь в Россию пока что. Я буду жить в Грузии. Вот. Поэтому я понял, что в Турции жить можно, особенно если вы очень обеспеченный человек с удаленным доходом. В таком случае, вам в Турции можно жить, даже несмотря на экономический кризис. Если у вас доход обычный, то вам, наверное, будет уже тяжеловато жить в Турции. Ну, хотя, знаете, тоже все относительно, что считать обычным доходом, тоже мне довольно сложно. Сложно оценить, какой сейчас обычный доход в России, в Москве. Я там уже не был 2 года. Все-таки доходы подросли у многих моих знакомых, но и друзей. Но я не знаю, насколько, насколько вот все вот. Я уже не так хорошо знаю московские цены, не так хорошо знаю, что, сколько стоит. За 2 года немножко отстал от московских и российских реалей. Но все-таки есть какая-то тенденция, что люди там стали зарабатывать больше и, в принципе, им хватает. Но в Турции, если они переедут, наверное, им все равно будет тяжеловато. Ну, на мой взгляд. Может быть, кому-то нет, но в целом это уже не такая экономичная страна, в которой можно было жить спокойно на удаленную зарплату. Снимать жилье, платить за всякие там, за ЖКХ, за еду, за все. Как бы сейчас уже это стало достаточно затруднительно. Но, тем не менее, эти 2 года были классными, интересными и, я думаю, что полезными. Вообще, жить в разных странах это очень такой необычный опыт, я бы сказал. Для меня, наверное, самое сложное быть вдали от близких людей, от родителей, от друзей. Вот, это для меня такой момент, который самый затруднительный и самый грустный. То есть, когда я уезжаю и покажусь далеки от родителей, мне грустно становится, что я с ними в разных странах. То есть, одно дело, когда вы в одной стране, можете в любой момент увидеться. А другое дело, когда вы в разных странах и можете увидеться там спустя, не знаю, 3-4 месяца. Это все-таки меня расстраивает. Потому что у меня с родителями хорошие отношения дружеские, теплые. И для меня грустно, конечно, когда нет возможности с ними увидеться в любой день, когда есть возможность. Вот в этом, наверное, такая для меня сложность жизни за границей, что нет возможности увидеться с близкими людьми и с друзьями, которые находятся в другой стране. В остальном, все для меня нормально. Поэтому у меня нет такой привязки к какой-то территории. Я могу жить, в принципе, где угодно. Главное, чтобы были люди рядом, с которыми мне хорошо. А так можно адаптироваться и выучить любой язык, и выучить любые, так скажем, культурные установки, которые в этой стране есть. Поэтому мне, как 27-летнему человеку, адаптироваться не сложно к разным культурам. Будь это Турция, Грузия или какая-то другая страна. Не знаю, насколько долго я буду в Грузии. Пока что сложно сказать. Но какое-то время там, думаю, пробуду. Потом вам расскажу, как в Грузии все обстоит. В чем отличие от Турции, тоже более подробно смогу рассказать. Про Турцию я много снимал за эти два года, много видео выкладывал. Да, в принципе, можете посмотреть предыдущие видео какие-то, если не смотрели. Думаю, там будет что-то интересное для вас. Ну что ж, а завтра я уже улетаю. Завтра уже улетаю. Сегодня у нас 27 августа. Вот 28 августа я улетаю в Турции, в Грузию. И уже будет мой новый этап жизни в Грузии. Тоже снова надо квартиру будет найти. Все там обустроить. Но думаю, я справлюсь. Поэтому подписывайтесь на канал. Теперь вас будет ждать информация не о Турции, а о Грузии. Поэтому тоже будет много нового. Всем удачи, всем хорошего настроения. Напишите, где вы живете, где путешествуете. Тоже будет интересно почитать. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok